здравствуйте дорогие друзья с вами ирина и канал цветочная симфония сегодня у меня была очередная посылка я думаю все в этом году все сама закончила отправлять и сама перестаю покупать посылками растения потому что ну все уже везде холодно все заключительная посылка пришла маленькая была покажу что приобрела значит просто поиграться захотелось мелочевка такая чем-то напоминает голти локда филадендрон а этот сплэш бекалор что ли мутейшн как-то так называется он давно ушел спорт грубо говоря вот такой красавчик вот такие разводики а зеленые пятна должны быть по листу их давно нет решила просто попробовать купила на средством дешево совсем хочу просто посадить поиграться посмотреть не сказали крупные через будут как ладонь даже крупнее вот хочу поэкспериментировать поиграться посадить понаблюдать но потом каким-то выводом прийти вот такой интересненький сажу посмотрю что у меня получится так и купила на срез тоже два среза два листа сингоне мохито могу сказать что информация противоречивая у меня есть какой-то мутейшн называется да сейчас я даже принесла покажу ой господи мотленд аро хард как-то так называется то сейчас я его покажу вот кто-то говорит мохито и он одно и то же кто-то говорит разное у кого-то двойное название я смотрела в этом в интернете ну решила попробовать там срезы невеликие деньги как говорится мне просто интересно а другого продавца другую линию посмотреть как он будет себя вести потому что я так вижу что немного света надо если говорить о своем да вот у меня был пенек сейчас покажу вот мой вот с такими листьями я его приобретала вот они мои листья с которым я купила потом у меня нарос был просто под лампами его не хватило света он много зеленого давал я срезала и пошел тоже под лампами ну вот пошел вообще пятнистый как бы не такие яркие пятна но с пятнами я поняла что ему солнышко надо когда он стоял прям еще напротив солнца напротив окна было поинтереснее но посмотрю понаблюдаю хочу сравнить это конечно скорее всего большущего куста взрослого красиво очень но будет одно и то же ничего страшного посажу потом буду сравнивать вот так что у меня эксперименты продолжаются потому что все это интересно вот и у всех линии разные способы выращивания разная кормежка может быть разные условия выращивания разные конечно хочется вот такого варианта очень красивый очень мне нравится такой вариант очень нравится когда солнышко было побольше поярче был я резала листочки сейчас поменьше но посмотрю может быть на окошко поставить ладно подумаем так и сегодня приобрела я вчера показывала могла на ему ну как-то мимо пройдешь дальше до было у подружки вот приобрела что-то привезла в подарок что-то забрала у нее из того что мне надо вот такая по моему называется мариня ну это такая самая обыкновенная которую всех есть красиво вот будем растить или как некоторые говорят ростить вот такая называется сейчас скажу видно такая на срез красиво стик разворачивает посажу так ну и новое новое влечение мне страшно вас есть или не это не то теперь есть вот подарок диффенбахия пестрое я понимаю что самая обычная крупная ну вот надо тренироваться на чем-то вот такая красота умеете переесть и вот такую приобрела себя очень понравился лист салатовый на пенечке буду растить пробовать рудольф роярс какая прелесть так что какие-то новиночки у меня новые появились растяжки будем выращивать пересаживать буду свой грунт потому что мы все разные и не говорит что грунт плохой мы все просто разные поливаем по разному ухаживаем по разному мне нужно под свою руку потому что я все заливаю поэтому мне нужно делать все по-своему так вот такая у меня сегодня красота вот буду сейчас сажать и выращивать а потом хвастаться ну и делиться когда уже будет чем как то так ну все друзья на этом наверно все с вами была ирина и к канал цветочная симфония всем пока выращивайте растюхи сажайте черенкуйте режьте укореняйте обрабатывайте ухаживайте любите их наслаждайтесь их роста всем пока пока друзья на я решила и показать как я обрабатываю растения потому что я их снесла в коллекцию и как бы нужно обработать да понятное дело что всякой бяки может и у нас хватать каждого вроде как принято и вообще зачем чужие бяки пусть у нас живут свои с которым мы боремся и плюс будем бороться с тем что может быть на чужих растениях она не сразу и периодически все равно может проявиться поэтому я развела вот такой опрыскиватель у меня есть я себе купила перчатки надела вот купила такой аккумулятор называется на 2 литра работаю сейчас это верма добавила несколько капель для прилипателями прилипатель это не типа как жидкое мыло там зеленым было там что-нибудь что у вас есть можно этим цирком добавить что есть можно удобрение немножко до ливану жидкого тоже хорошо это все смешивается прекрасно все клещевой дозе это на пакете у вас будет написано 2 миллилитра на 1 литра воды иногда можно пожестче делать можно трипсовой дозе 10 миллилитров на литра воды вот и обработать растения если мы обработаем как раз покажу грубо говоря обрабатываем перед сирии здесь не сняла дарю ламы тискоре не важно то есть обрабатываем не просто сверху пока не лежат так вот он пошел до обрабатывать или что нет нам самое важное вот с этой стороны обработать это с этой стороны вот потому что плеч там я потом покажу на других растениях также сейчас считается что видно было также можно вру стебель и его с той обратной стороны и пакете обрабатываем неважно какие напрочки в этом вы это делаете как вам удобно что у вас есть под рукой так вот срезы все то же самое они меня потом полежат подсохнет немножко я их посажу синголин кстати на них тоже садится клещ если рядом что-то было слышно может здесь можно сразу не видно может быть видно кто как кто определяет он определяет вот так сделаем желательно делать при обработке когда вы видите грядители если видите то можно попросить одну посмотреть что будет дальше обычно бывает одной хватает вообще как бы я пришла к выводу что лучше всего сначала растение сполоснуть а только потом его обрабатывать обработать и способ не ты потом обработать потому что когда вы ему моете что-то вы там смываете все равно так сейчас я это уберу покажу что и дальше буду делать как растение положила поставил на просушку вчера подбиралась на полочке нашла два растения это у нас клатея электрик шок такая красота вот я на них увидела клещика пока меня тут не было в отпуске приехала на до него и вот я вчера здесь свет не очень видно вчера я его обнаружила поэтому сегодня там рядом все это будет обрабатываться пока вот хотела что-то показать но я думаю что нет то есть смотрите если вы переворачиваете листы с той стороны особенно вот вдоль вот этой жилки как будто обсыпано слегка мукой вы даже не понимаете что это возможно вы что-то обрабатывали остались остались следы после обработки меня так это видела раньше оказалось это клещик плюс черные точки может быть но например я уже так вижу через экран где-то беленькая где-то черненькая можно даже в лупу не смотреть я понимаю что там клещ значит что я делаю я обрабатываю три обработки будут обязательно то есть я вчера помыла много чего смыла а сейчас я их обрабатываю и там актинанта но она мне почти год стояла все хорошо было вот вчера тоже заметил на них клещика ну тонколесные они ловят ловит клеща периодически тоже вчера из купола не очень видно здесь еще темновато как бы ну вот все равно вот если сфокусировать а вот видите вдоль жилки белые такие как бы точечки как будто обсыпано мукой это все вот от клеща от него остается вот это все нужно обрабатывать обрабатывать с той стороны поэтому я говорю обрабатываем с той стороны не сверху сверху это в конце мы польем для себя знаете как нравится на начинка как делаю ну вот сейчас просто не очень все это удобно мне делать ну вот попробую показать так же грунт можно по стебелькам полностью со всех сторон все они теперь у меня будут тут стоять сохнуть на ночь я потом в коридоре опрыскаю все что у меня там стоит то есть не этих два литра хватит меня три небольших стеллажа мне на все хватит все потом уже когда обработки закончится посмотрю может быть чуть поглубже коренить потому что их как-то начинает заваливаться моя колотейка вот такая красота сейчас помой потому что перчатку с не ладно иначе телефон не включишь не выключишь все друзья ну вот так вот делайте пробуйте клещем такая зараза тоже научиться надо его видеть и он садится у всех наши все мы форточки открываем это все летит все залетает квартира сухой воздух даже вот на фитилях состоит на матах тем не менее страну клещ периодически где-то как-то но появляются есть такие растения которые выловят легко так что вот так все теперь думаю на этом все все всем пока и хорошего вечера